Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий, Данил Рябинин. Сегодня у нас в гостях Ирея Арсений Киреев, клирик храма во имя священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, города Екатеринбурга. Здравствуйте, Отец Арсений! Здравствуйте, Данил! Благословите наших телезрителей! Христос Воскресе с праздником, дорогие братья и сестры! Ну и для вас, уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по номеру 278-60-14, код города Екатеринбурга, 343. Звоните нам, задавайте ваши вопросы по нашей сегодняшней теме. Ну а сегодня, Отец Арсений, мы с вами хотели поговорить вот о такой теме. Это выбор жизненного пути человека. И думается, что эта тема достаточно не случайна. Все мы встретили светлое Христово воскресенье. И вот теперь какой мы путь выбираем? Путь следования за Христом, за воскресшим Спасителем? Или же тот путь, который нам предлагает современный общество, современный мир? Ну и в начале нашей беседы, наверное, стоит разобраться с теми понятиями, к которым мы будем прибегать, наверное. И давайте начнем тогда как-то ближе к теме, с таких понятий, как судьба и промысел Божий человека, о человеке. Да, вот, дорогие братья и сестры, позвольте, я вам зачитаю даже выдержку небольшую из большой энциклопедии, о том, что такое же судьба, и как люди понимают это слово. Так вот, судьба в мифологии, в веро-нациалистических философских системах, в обыденном сознании неразумная и непостижимая предопределенность событий и поступков. А в античности выступала как слепая безличная справедливость, древнегреческая Мойра, как удача и случайность в древнегреческой тюхе, и как всеохватывающая непреложная предопределенность, фатум. Вера в судьбу часто связывалась с такой наукой, как астрология. Христианство противопоставило идею судьбы, веру в божественные промыселы. Вот и кратко я скажу, как божественный промысел понимает православная церковь. В православно-догматическом богослове митрополита Макария дается следующее определение промысла Божия. Промысел Божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости Божией, которым Бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому добру вспомоществует, а возникающее через удаление от добра зло пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям. То есть мы видим, что здесь идет речь о том, что Бог пытается следствие грехопадения человека исправить к тому, чтобы человек мог обрести спасение души. Ну вот, вы, отец Арсений, привели два определения – судьбы и определение промысла Божия. Но они как-то противоположны, насколько я понимаю? Конечно, если вы внимательно слушаете, то сразу как бы бросается крайность первого определения, что в данном случае как случайность, да, то есть судьба – это что-то такое хаотичное, одному везет, другому не везет, и от человека здесь, собственно говоря, ничего не зависит, вот как ему выпала эта судьба, так он и заканчивает или продолжает свою жизнь. А что же касается промысла Божия, то здесь мы видим, что это действие премудрости, Судьбы Божьей. То есть это какое-то разумное действие, да, то есть не какое-то хаотичное, неразумное, да, а это действие разумной силы Божьей на судьбу человека, да, то есть Бог вмешивается в судьбу человека к тому, чтобы человек этот тоже смог обрести Царствие Божие. То есть если мы говорим о судьбе в целом, то получается, что судьба, по большому счету, она должна нарушать свободную волю человека, и уже, получается, судьба несовместима с выбором человека. Но что касается промысла Божия, вот объясните это, Сарсений, ведь разве промысел Божий, он не нарушает свободы воли человека, дарованной опять-таки тоже Богом? Нет, дело в том, что промысел Божий, он содействует, то есть если, вот недавно, я помню, вы разбирали здесь предательство Иуды, да, как раз вот перед Пасхой воспоминалось это печальное событие, и если мы вспомним, что, собственно говоря, Иуда мог насильно быть остановлен от этого преступления, но Бог пожелал, чтобы он добровольно решил, какой путь ему избрать, путь предательства или путь следования за Христом. И, к сожалению, Иуда, несмотря на все действия промысла Божия, то есть мы помним, что Спаситель пытался его образумить словами, поступками, делами своими, да, ноги ему умыл, и разумить его много раз пытался, да, тем не менее, Иуда остался непоколебим к этому действию промысла Божия. Вот. Вообще промысел Божий понимает, что есть частный промысел Божий, есть общий промысел Божий. Частный промысел Божий – это промысел Божий о каждом отдельно взятом человеке. А общий промысел Божий – это промысел Божий, который связан с целыми народами, странами, вот, со всей нашей планетой, да, а Бог промышляет в общем о всех нас и в частности у каждого из нас. Сейчас, Ассения, ну вот давайте тогда более уже подробнее о смысле жизни человека. По большому счету мы говорим о жизненном пути человека. Когда возникает вопрос такого выбора и какие варианты вообще у человека бывают? И опять-таки человек ведь делает сам свой выбор, сам личный, это личностное качество человека, делать выбор. Да, конечно, человек сам делает свой выбор, и именно в этом церковь видит образ и подобие Божие, что человек имеет возможность свою свободную волю приложить именно так, как он хочет. Вообще смысл жизни, если говорить именно о христианстве, то цель и смысл нашей жизни – это быть со Христом и соединиться с Ним как можно более тесным образом. А если смотреть на людей, которые не веруют в Бога или принадлежат иным конфессиям, то там смысл жизни может быть совершенно даже удивительный для нас, как, например, у буддистов смысл жизни – это уйти в Нервану, то есть достичь абсолютного небытия, да, или в каких-то еще религиях там тоже как смысл закончить жизнь самоубийством, вот, и какие-то еще такие удивительные для нас вещи, для нашего слуха, потому что все-таки наша российская культура, она более христианская. И даже если человек, в принципе, он не говорит, что не верит в Бога, но тем не менее само его воспитание, как вот родители в него заложили, оно основано скорее на христианских традициях. И поэтому человек, даже если он не верующий, то мы знаем, что его стремление, оно хоть и направлено на какие-то земные предметы, но в целом, скорее, оно созидательного характера, да, то есть вот даже есть такая, как бы, поговорка народа, что цель мужчины – это построить дом, посадить дерево и вырастить сына. То есть мы видим в данном случае, что здесь идет какой-то созидательный процесс, да, пускай здесь не говорится о Боге, тем не менее, все-таки можно заметить вот это наследие изначально христианских ценностей в жизни человека. Ну, церковь предлагает путь или она все-таки вот указывает конкретный путь, да, вот именно вот этот правильный? Но почему же тогда другие, соответственно, неправильные пути, направления жизни человека? Ну, конкретный путь, конечно, церковь указывает, мы, если помним Священное Писание, то Самый Иисус Христос говорит, кто хочет за Мною последовать, тот пускай возьмет крест свой и по Мне идет. Вот. И не каждый человек готов это принять, потому что действительно зачастую смысл жизни христианина – это отсечение того, что в мире у людей считается какими-то достижениями. И Священное Писание говорит нам, что высоко перед людьми, то мерзость перед Богом. То есть зачастую вот эта карьера, которой люди стремятся, или вот эти жажда обогащения, стяжания каких-то ценностей, связанные именно с нарушением заповедей Божьих. Вот. И, к сожалению, зачастую расходятся именно с той целью жизни, с тем смыслом жизни, который Церковь предлагает каждому христианину. Отец Арсений, давайте немножко прервемся. У нас первый звонок. Здравствуйте, мы Вас слушаем. Задавайте Ваши вопросы. Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Воистину Воскресе. Спасибо за Ваши вопросы. Так, 24-й это у нас какой день недели получается? Это пятница. Это пятница. Вот это пятница, да? Ну, я думаю, имеет смысл помянуть, у нас будет во вторник, после, значит, недели Антипасхи, и, значит, и ближайший вторник после нее будет Радоница. Радоница – это специальное запокойное богослужение, во время которого поминаются все усопшие от века православных христиане. И само название Радоница, то есть Радощи, когда все усопшие радуются. И у меня такое предложение, чтобы с пятницы Вы перенесли это поминовение на День Радоницы. Как раз это будет очень уместно. Вот, и Церковь предписывает в этот День усопших поминать, и в то же время строгого поста в этот День, конечно, нет. То есть возможности потом трапезу поминальную организовать. Вот. Поэтому, я думаю, будет уместно сделать вот так. А в пятницу ограничиться тем, что просто прийти в храм, поставить свечку и про себя как-то помолиться о покоении души этого человека. Спасибо, Отец Арсений. Для наших телезрителей я хочу напомнить, что сегодня мы говорим о выборе жизненного пути человека. Вы можете позвонить нам по телефону, который Вы видите на своих телеэкранах, и задать Ваш вопрос. Почему Вы выбрали эту тему? Да потому что она близко связана, на самом деле, с тем событием, которое мы недавно встретили. Это воскресение Господа нашего Иисуса Христа. То, куда мы следуем, зачем мы следуем, на самом деле определяет не только наши выборы, то, что мы выбираем, но и те ценности, которыми мы живем. Современное общество ведь нам предлагает массу, по большому счету, выборов, массу выбора, но все они ведут в одно известное место. Наверное, так можно сказать? Да, ну, дело в том, что, действительно, тут надо определиться, что все эти люди, они считают, что мы живем здесь и сейчас, и с точки зрения их логики, они поступают правильно. Потому что они считают, что если будущее жизни вечно не существует, а вот мы умрем и ничего не будет, вот, либо считают, что после смерти, значит, родимся и будем лягушками, там, или какими-то зверюшками, или другими людьми, да, вот это так называемая реинкарнация. Да, то, естественно, с их точки зрения, здесь и сейчас они занимаются тем, что какие-то земные блага обретают, но при этом поредят свои души и теряют Царство Небесное. Вот, но православные христиане не знают, что земная жизнь – это единственный шанс человека, когда здесь и сейчас мы имеем возможность построить нашу жизнь, и второго шанса у нас не будет. Вот. Поэтому, в принципе, я считаю, что смысл жизни христианина именно такой, как Иисус Христос его сформулировал в Священном Писании. Вот, и знаменитая Нагорная проповедь, она очень точно все признаки ценностей христианина озвучивает. Поэтому, если мы откроем Священное Писание и прочитаем внимательно и осмысленные заповеди блаженств, то у нас не будет стоять такого вопроса, как же мы должны поступить в конкретной ситуации. То есть, обмануть человека или обманом заработать деньги, или как это еще иначе поступить не так, как следует православному христианину. Отец Христос, давайте еще немножко привемся. У нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Христос Воскресе. Здравствуйте. Воскресе, Воскресе. Спасибо. Спасибо. Очень хорошо и просто можно прокомментировать. Если мы вспомним библейскую историю, мы вспомним, как произошел еврейский народ, что был такой человек Авраам. И человек этот был угодник Божий. То есть, он вел такую жизнь правильную, что Бог ему пообещал, что его потомство, оно будет умножено так, как звезды на небе. То есть, это произошло не случайно. То есть, благодаря своему потомку весь еврейский народ долгое время был Богоизбранным народом, который хранил в себе эту веру, это обетование, которое Авраам получил от Бога. Оно сохранялось, и несмотря на то, что время от времени израильский народ отступал от Бога, в целом, до момента пришествия Христова, большая часть людей хранила в себе это обетование о пришествии Мессии в мир. И иудеи действительно ждали, когда придет Мессия. Если мы вспомним Священное Писание, то когда Христос пришел, многие именно и говорили так, что вот пришел Мессия, или это пришел Притеча Мессии. То есть, это великий Пророк Божий. То есть, высказывались такие и такие предположения. Но с момента утверждения Иисуса Христа как Царя Иудейского, как Сына Божия, вот именно с этого момента народ иудейский перестал быть Богоизбранным. Потому что это преступление, Богоубийство и отречение от Бога, если мы вспомним, они сказали, что нет, у нас Царя Крема и Кесаря. То есть, этим они отреклись от Царя Небесного. Оно и, собственно говоря, лишило благодати Божией этот народ. И с сегодняшнего дня он уже, можно сказать, что не является Богоизбранным. Но если человек, пускай даже будучи евреем, он уверует, что Иисус Христос Сын Божий. Если он будет просвещен Таинством Ставого Крещения, то, конечно, тут сомневаться нечего. Этот человек будет так же избран, как и все мы, христиане, православные, которые верим в Бога, которые просвещены Таинством Ставого Крещения и участвуют в других таинствах церковных. И все мы имеем надежду, что Иисус Христос – это наш Царь Небесный, и что вместе с Ним мы все Богоизбранные люди. Вот таким образом, я думаю, что можно утверждать, что каждый человек любой национальности, любого пола, любого возраста, он является Богоизбранным человеком, если верует в Иисуса Христа и живет по Его заповедям. Отец Арсений, объясните тогда то, почему люди не стремятся к тому, о чем заповедит нам Господь. Он не раз в Евангелии говорит «Я есть жизнь и воскресение», «Я есть истина», «Я есть начало и конец». И таких цитат может произойти достаточно много, но и людям вообще-то доступно Евангелие, они читают его, но вот такие простые вещи, если мы так можем сказать, они человеку недоступны. И он выбирает жизненный путь абсолютно другой, противоположный. На самом деле, люди с удовольствием, конечно, слушают эту проповедь Спасителя, потому что каждый человек понимает, что она высоконравственная. Но для того, чтобы за ней последовать, необходим большой труд над собой. То есть, если человек хочет стать известным спортсменом, ему необходимо каждый день подвергать свое тело изнурительным тренировкам. Если он этого делать не будет, он никаких результатов не добьется. Точно так же и в духовной жизни, если человек не будет упражняться, работать над собой, над своим самосовершенствованием, то, конечно же, он не достигнет никаких результатов. А в современном обществе, к сожалению, человек современный, он желает получить все даром, или, как сейчас любят говорить, на халяву. То есть, чтобы ему досталось все без особых усилий. И современное общество действительно предлагает вариант такой жизни, жизни основанной на потреблении, когда звучит так, что берет в жизни все, и пускай тебе без этого не будет ничего. Вот это идеология современного человечества, к сожалению. Ну, а пагубность тогда заключается в чем? Ведь разве плохо быть человеком, ну, успешным, наверное, ну, успешным даже, если хотите так. Или как? Или эта церковь разве это не воспринимает? Пагубность заключается в том, что Священное Писание нам говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. То есть, даже если человек станет мультимиллиардером, или если он станет супервеликим артистом, супервеликим художником, но при этом его душа, она стяжает вечную погибель, то тогда смысл жизни и цель жизни этого человека, она, конечно, не достигла того результата, который ставил перед ним Бог. Потому что человек этот рано или поздно кончит земную жизнь, и по окончании земной жизни он с собой не возьмет ни богатства, ни свои способности, ни красоту, вообще, как бы, все это останется здесь на земле, будет похоронено и со временем, может быть, даже и забыто. А его душа, она, к сожалению, увидит, что то время, которое было ей дано, она использовала неправильно, и теперь она будет осуждена. Совсем другое дело, если с точки зрения мирской, человек впустую тратит свою жизнь на то, чтобы делать то, что предписывает заповеди Божии, вести высоконравственную жизнь, стараться подражать Христу, вот, может быть, он и достигнет высоких карьерных высот, но, тем не менее, после окончания земной жизни душа такого человека будет очень радоваться, потому что человек, собственно говоря, приобрел в себе Царствие Небесное. Отец Арсений, у нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Вопрос несколько не по теме, но просто очень интересно. Дело в том, что на исповеди и на причастие, я из Новокузнецка, все время пропускают мужчин без очереди, любых возрастов, даже мальчиков, в то время как все женщины, включая немощных старушек, едва стоящих на ногах, все должны стоять покорно и ждать, когда мужчины исповедуются или причастятся. То есть, это, получается, возвеличивание мужчин. Просто вот ропот какой-то, даже благоговейный, вот, все стоят, аж вот так, преклонив голову. Это действительно такое церковное правило или это очередные человеческие придумки? Все возошло поздно. И вот по поводу еще темы хотелось еще сказать. Вот в молитвах же везде примерно так же говорится, что богатство тлен, вся жизнь это суета, а думайте только о Царстве Божьем. И поэтому современных людей, даже пенсионеры, вот я просто общаюсь и знаю, машут руками, когда о каком-то о Царстве Божьем скажешь, они машут руками, да вы что, какой там Бог, какое Царство Божие? Вот жизнь, вот она конкретная. А что может предложить, значит, вера? Еще раз повторяю, богатство тлен и вся жизнь суета. Мы вас поняли, спасибо. Пожалуйста. Я, с вашего позволения, начну отвечать со второго вопроса, потому что он ближе к нашей теме. Да, конечно. Вот. И что могу сказать? В любом вопросе есть крайности. Христианство и православие не предписывает, чтобы человек абсолютно жил на улице, как собака, жил как бомж в бочке, да, или не мог поесть, попить и умирал от голода. Вот. То есть и в любом вопросе, конечно, есть крайность. И Церковь не осуждает богатство, Церковь не осуждает природные дарования, которые дал человеку Бог. То есть такие, как, допустим, там, красивый голос, да, или какие-то ораторские способности, или способности памяти человека, да, вот какие-то таланты данные от Бога. Наоборот, если человек это использует по назначению, то есть к тому, чтобы принести пользу обществу, принести пользу себе и своей душе, то Церковь только одобряет. И мы знаем многих известных людей своего времени, например, такие, как Ян Златоуст, который учился у известного ритера Ливания и был самым образованным человеком своего времени. Есть святая великомунченица Екатерина, которая, будучи царской дочерью, воспитывалась у лучших философов и учителей своего времени. То есть это были высокоинтеллектуальные люди. Но, в принципе, это не помешало им выбрать православную веру и обратиться к ней. То же самое можно сказать, что и богатство, и другие дарования, данные человеку Богом, само по себе не отвергают спасение души человека. Вот если человек правильно распоряжается всем этим, то Церковь ни в коем случае не запрещает ему иметь вот эти вот земные блага. Что же касается того, что, как Вы сказали, мужчин, действительно существует такая церковная традиция, что к причастию ко Кресту и на исповедь сначала подходят младенцы, отроки, с чем мужчины, и потом только женщины. Но это не есть дискриминация по половому признаку. Вот. Это просто церковные обычаи. Я могу предположить, что просто в Вашем приходе, видимо, очень немного мужчин и много женщин. И священник исходит из того, что мужчин меньше, и исповедовать их можно быстрее отпустить. Вот. А женщин все равно стоит много. Я думаю, что причина, скорее всего, только в этом. Потому что на самом деле Церковь говорит, что у Христа нет мужеского пола и женского, а есть только такое понятие, как раб Божий и раба Божий. И перед Богом одинаково равны и мужчина, и женщина. И ни священник, ни мирянин православный, ни мирянка православная, они не могут превозноситься какими-то земными своими свойствами, такими как пол, социальное положение, национальность. Потому что во Христе равны все-все братья и сестры. Вот. И то, что вас это немножко смущает, это, конечно, огорчает и печалит нас, но мы надеемся, что это недоразумение, оно все-таки из вашего сердца после нашей сегодняшней беседы, оно все-таки будет изглажено, потому что, еще раз говорю, что это ни в коем случае не по той причине, по которой вы предположили, что это какая-то дискриминация. Это, на самом деле, скорее всего, какой-то организационный момент вот в данном конкретно взятом храме. Алексей Батя, со всеми, но вот у меня еще один достаточно непростой вопрос касательно суицида, то есть, когда человек заканчивает жизнь самоубийством. Зачастую предлагается такой аргумент, что человек, я дальше не вижу своей жизни, допустим, записка какая-то, не вижу своего жизненного пути, цели жизни, и он погибает. Но всем же нам известны Евангелии, наверное, все люди слышали о церкви и так далее. Почему же тогда это не останавливает человека перед таким вот грехом, страшным, да, мы назовем это? Ну, во-первых, тут маловерие человека, то есть, этот человек не совсем доверяет тому, что ему говорят. То есть, ему говорят, что вот и самоубийцы будут, наследуют гнев Божий, и в Царство Небесное они не попадут. А человек говорит, что, ну, ничего, мои родственники меня отпоют, да, какая-то надежда есть, да, там, наверное, все не так, как вот представляют, и в этом плане он имеет какую-то надежду, что такого не произойдет. Хотя мы знаем, что церковь однозначно говорит об участи самоубийцы. Вот. И вторая причина – это, конечно, малодушие. Например, человек здесь на земле страдает, и его страдания ему кажутся чрезмерными, и он думает, что этим своим поступком он прекратит эти страдания совсем, вот, но он не знает, что эти страдания после его смерти лишь усилятся. Ну, и третья причина, которую можно указать, это желание отомстить кому-либо, родным, близким или другим людям, которые, как он считает, его обидели, и вот этот его поступок заставит их и оскорбить, и рыдать, и печалиться о том, что это произошло, и тем более, может быть, по их вине, да, если он им, так сказать, намекал при жизни этот человек, что это вот вы меня довели до такого состояния. То есть это своего рода такая месть, вот, месть, которую человек наносит людям окружающим его. Но самое главное, это, конечно, церковь, которая говорит нам, что такой человек, он становится сосудом гнева Божия, потому что, как я уже говорил, промысел Божий дает человеку жизнь, и промысел Божий лишь может ее забрать. Поэтому обычно тяжело и сильно осуждается грех, связанный как с убийством человека, так и с самоубийством человека. Потому что здесь речь идет о том, что промысел Божий попирается, может быть, этот человек должен был еще жить, и если Господь не попустил, чтобы человек на себя наложил руки, он бы еще жил, и сделал бы много добрых дел, возможно, и как-то покаялся, исправил свою жизнь. Вот, кроме того, человек уже не имеет возможности покаяния в этом грехе. То есть вот его состояние остается таким на веки вечным, потому что мы знаем, что церковь открывает нам через святых отцов, то, что какое в момент смерти человека состояние у него есть, душевное и духовное, такое у него оно и будет всегда, и на момент страшного суда, и после него, то есть уже окончательное состояние поменять будет нельзя. Ну и думается, отец Арсений, что сейчас, празднуя и встречая эти светлые дни воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, нужно нам, наверное, каждому задуматься, на том ли мы жизненном пути находимся. Туда ли мы движемся, то ли к тому ли мы стремимся, и действительно ли мы исповедуем и то, что нам заповедовал Господь Иисус Христос. Да, Иисус Христос сказал, без меня не можете творить я ничего же. То есть мы должны помнить, что именно критерий – это Иисус Христос. То есть именно по Нему мы должны соизмерять наши земные поступки, слова и мысли. И если они не соотносятся с этим, то мы идем неправильным путем. Спасибо, отец Арсений, вам за нашу сегодняшнюю беседу. Мы были рады вас видеть сегодня у нас в гостях. Благословите наших телезрителей. Христос воскресе с праздником, дорогие братья и сестры. Всего доброго. Ну а мы с вами на этом сегодня прощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч. И, конечно же, радости о воскресшем Господе нашему Иисусу Христе. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова